В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос своим воскресением победил смерть и показал, что смерть тела является лишь переходом из одного состояния в другое, а с жизнью временной, приходящей в жизнь вечную. Множество чудес совершил Господь для утверждения веры в будущее воскресения всех умерших. В Библии описано воскрешение пророками людей по вере их близких. Так был воскрешен сын вдовы Солепской молитвы пророка Ильи, 3-й царств, 17-я глава, и сын Наинской вдовы молитвы пророка Ильи, 4-я царств, 4-я глава, за веру в свою матери приняли от пророков воскрешших сыновей. Апостол Павел, подтверждая это, говорит, «Веру и жены получили у умерших своих воскресшими» Евреям 11,35. Господь наш Иисус Христос отворил множество чудес на земле, предуготовляя своих учеников к чуду воскресения из мертвых. Сначала Он показал свою божественную силу, исцелив тещу Петрову, которая была уже при смерти. Затем по смиренной просьбе сотника послал здравие его умирающему отроку. Воскресил дочь царя Иаира и четырехдневного мертвеца Лазаря. Жизнь наша находится в руках Господа. Его божественным промыслом начинается и заканчивается течение всякой жизни, о чем ярко свидетельствует чудо воскрешения из мертвых, описанное в Евангелии от Луки, читаемое сегодня за божественной митургией. Нынешнее евангельское течение начинается с повествованием о великом человеческом горе. В небольшом иудейском городе Наине вдова хоронила последнее утешение в земной жизни своего единственного сына. Нет, наверное, больше горя, чем то, которое испытывает мать, теряя своего единственного сына. Вся жизнь словно обрывается, утрачивается надежда и опора. Великая скорбь и несчастная мать, которая перед этим потеряла мужа, шла в слезах за гробом сына. За нею, сказано в Евангелии, много народа шло из города. На встречу похоронной процессии шел Иисус Христос, за которым шли многие из учеников Его. И вот две эти процессии людей встретились. Впереди одних Иисус, впереди других – Одр с мертвецом. Господь подошел к похоронной процессии, в которой слышались скорбные вопли. С жалостью и состраданием Христос обратил свой божественный взор, но убитую горем мать и сказал ей слово, которое сразу возрастило о том, что пришел конец ее горю. Не плачь! Далее Евангелие повествует. Иисус, подойдя, прикоснулся к Одру, несшие остановились, и Он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его, и всех объял в страх, и славили Бога, говоря, «Великий Пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Святитель Григорий Павлама так разъясняет это чудо. Господь, как воистину имеющий власть над жизнью и смертью, одним словом, своим повелением, присутствие всех воскресил мертвеца, сделав это по своему человеколюбию, чтобы их привлечь ко спасительной вере в Него, потому что, видя мать и то мать-вдову, полагавшую все свои надежды на своего единственного сына и лишенную его безвременной кончиной, следующую за гробом и горестно бьющую себя в грудь, Господь, как говорится, милосердовал о ней. О, как бы мог не пожалеть ее Он, который отец-сиротен, судья-вдовица! Потому что Он знал, что Он собирается сделать, а женщина не знала ни Его, ни тем более того, что должно произойти. Поэтому, вероятно, ни веры она не имела и ничего от Него не просила. Ни Он от Него не требовал веры. Но всемогущий приступил, коснулся Адра, чтобы показать, что обладает божественной животрящей силой, поэтому бесчувственный прах услышал его повеление. «Тебе, говорю, встань!» И, мертвый, начал говорить. Так было и в отношении сына вдовы Сарептянки, когда возвратилась с него душа его по молитве пророка Ильи, и мальчик немедленно воззапил. А это было для доказательства, что воскресение его было реальным, заключает святитель Григорий Паламов. Смерть и ад услышали все сильные слова владыки и возвратили свою жертву. Мертвый ожил и был возвращен матери его. Евангелист даже не говорит о безмерной радости матери, она понятна сама собой. Он замечает только то, что это чудо привело в страх всех, находившихся там, и они проставляли Христа, называя его пророком, ибо еще немногие не могли понять, что перед ними сам Спаситель. Слуг об этом распространился во все пределы страны, и дошел даже до Иоанна Крестителя, повествуется во Святом Писании. В этом Евангелии прежде всего поучительно сочувствие Господа человеческому горю. Спаситель преодолел немалые расстояния через горы, палимые лучами солнца, для того, чтобы, придя в город Наин, утешить несчастную мать, сказав ей, «Не плачь и оживить ее сына». Христос воскресил сына ради матери, над которой сжарился, как об этом повествует евангелист. Святой Григорий Павлома пишет, «Видите ли, как Господь, сжарившись над вдовой, оплакивавший своего сына, употребил не только слова утешения, но и самим делом позаботился о ней. Будем по силам и мы так поступать, и не только словами, но и делами явим сострадание, потому что если мы всеми силами проявим благотворительность, то и Бог в обмен со своей стороны всеми способами ответит нам добром». Возможно, многим пришлось пережить горе, подобно этой матери. Бывает, что человек жил надеждой на прочное счастье, и вдруг эта радость и счастье исчезли со смертью близких, и человек остается, как эта наинская вдова в одиночестве. Все внезапно пропало, все умерло, ничего не осталось. Но в любом горе мы должны надеяться, что Христос в великом сострадании, всегда рядом, и своим словом может восстановить в наших сердцах все то, что пропало как будто навсегда. Поэтому научимся и мы от Христа сострадательно относиться к человеческому горю. Он говорит, «Не плачь, втирая надежды и утешение в земное горе, возрождая в душе веру, давая силы вновь жить, потому что все несчастья побеждают любовь Божия и человеческая». Однако мы знаем, что все люди, чудесным образом исцеленные и воскрешенные Господом, впоследствии не избежали смерти. Господь даровал всем жизнь, пресекаемую смертью, не только ради их самих, а чтобы через это чудо воскресить души окружающих, приводя тех к вере, которая открывает путь к вечной жизни. При потере близких верующие имеют утешение в этой истине, что усопшие отцы, матери, братья, сестры, чадо и друзья наши по отходе от земной жизни пребывают в руках Божьих. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Иова, 1 глава, 21 стих. Сказал праведный Иов при потере своих детей. Он был мужественный, глубоко верующий человек, ибо смирился под крепкую руку Божию. 1 Петра 5, 6. Можем ли мы с такой же верой и смирением принимать потери близких? Чаще нас сокрушают вопросы. Почему? За что? Мы порой не находим ответа. Только в будущей жизни мы, вероятно, поймем, почему по воле Создателя мы тогда расстались с ближними. Господь берет праведные души умерших, разрешая их от смертного тела, и хранит их на лоне своего милосердия, и сберегая их для нескончаемой вечной жизни. Господь хранит души наших дорогих усопших и нас зовет к Себе. Рано или поздно всем нам придется быть там, куда мы провожаем наших близких. Один за другим уходят из временной жизни наши родные и близкие. У человека, прожившее долгую жизнь, становится гораздо больше дорогих сердцу людей за порогом смерти, чем остается здесь, на земле. Встреча обрадованной матери с воскресшим сыном – это прообраз нашего будущего соединения с близкими на небе и утешение во встрече любящих сердец. Иногда, теряя близких, мы проливаем обильные горькие слезы, как не имеющие упования на Господа, просим Его возвратить нам умерших. Но нам при расставании с близкими так не подобает скорбеть, ибо по общему для всех закону и святые не избегают смерти. И потому для всех нас звучит утешительное слово Спасителя – «Не плачь». Христиане не должны скорбеть об умерших, наставляет апостол. В горести мы должны творить молитвы во Святой Церкви, которые приносят душам живых и умерших утешение. В этой молитве наша душа приобретает надежду на истинную вечную жизнь с Господом в Небесном Царстве. Апостол говорит, «Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда Господне» – Римлянам 14,8. «Мы живем и умираем по воле Бога, который наказует и милует, поражает и щадит». Вот что рассказывает Священное Писание о царе и пророке Давыде. Когда у него завалил ребенок, то молился Давыд Богу о младенце и постился, и, уединившись, лежал на земле. Но все же младенец умер, и слуги боялись донести эту вещь царю, и говорили они, «Как мы скажем ему, умерло дитя?» Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давыд, что слуги перешептываются между собой, и понял он все. И спросил Давыд слуг своих, «Умерло дитя?» И сказали Давыду, «Умерло». Тогда встал он с земли, умылся, и переменил свои одежды, и пошел в дом Господень и молился. Но, вертишись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба и ел. И спросили его слуги, «Что значит, что ты так поступаешь?» «Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда умерло, ты встал и ел». Давыд объяснил, «Все просто. Да коли дитя было живо, я постился и плакал, и подумал, что кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». 2 Царств 12.16 Давыд знал, что есть Бог, который владычествует живыми и мертвыми. Он был предан воле Господней, верил во встречу с сыном, когда по смерти пойдет ко Творцу, и поэтому не предавался плачу греховному отчаянию. Вдова, лишившись сына, плакала неутешно, потому что не знала Бога. Господь при встрече сказал ей, не плачь, хотя мог бы и без этих слов даровать ей радость. И сам он ранее сказал «блаженны плачущие» Матфея 5.4. «Но плачущие только те блаженны, которые плачут о своих грехах, о своей духовной нищете, ибо сказано «блаженны нищие духом». Плакать можно по-разному. Есть слезы о потере земных благ, а есть плач из крежет зубов» Матфея 24.5. То есть плач от безысходности, есть плач сочувствия плотскому страданию. Когда Иисус шел на смерть крестную, плакали и рыдали о нем. Он же сказал «Черри Иерусалимские, не плачьте во мне, но плачьте о себе и о детях ваших» Лука 23.27. Господь призывает нас плакать о своей душе, о своих грехах и о своих детях, которые подчас не хотят знать ни о Боге, ни о вечной жизни, ни о крестной смерти Спасителя. Плач и радость язычников, не знающих Бога и христиан, людей Божьих, имеют разные причины. И если для неверующего Бога смерть страшна, ибо, как говорит Писание, смерть грешникам люта, то для уповающих на Бога смерть есть радостное избавление от тягот и скорбей земных, переход в бессмертие и нетление к новой, лучшей и вечной жизни, как сказано пророком Давидом. Честна пред Господом смерть преподобных Его. Мы верим, что праведники, умирая, не погибнут, и души их не исчезнут, а возвратятся к Богу, а тело – в землю. И верим, что во втором пришествии Иисуса Христа мертвые восстанут, и тленные сие обличатся в нетрении, и смертные сие обличатся в бессмертие. 1 Коринфянам 15.54. «Нам ли скорбеть, когда над умирающими совершается великое таинство милости Божией, когда наша смерть предварена крестной смертью Иисуса Христа, который в бессмертии подает нам надежду на избавление, спасение и переход от худшего к лучшему, от скорби и печали к радости и блаженству и вечной жизни с Господом?» «Не плачь!» С этими словами Господь обращается к каждому из нас, кто теряет своих близких, потому что все умрут, но и все воскреснут и вновь встретят друг друга. «Не плачь!» «Потому что настанет время, когда Бог отрёт всякую слезу, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21.4. «Справедливо скорбеть нам лишь о смерти тех грешников, которые до смерти не познали Бога. Не совершили дел покаяния, то есть не искупили своих согрешений, но и здесь мы должны не отчаиваться, а молиться о них с упованием на милосердие Божие. Только здесь, в настоящей жизни, мы можем приготовить нашу бессмертную душу для жизни вечной. Здесь время молитвы, раскаяния и плача о грехах, потому что тогда, когда лишимся земной жизни, покаяться уже не сможем». «Вауди, кто покается?» Сказал псалмопевец. «Хотя мы и живем телом, но душа наша может быть мертва по причине бесчисленных нераскаянных грехов». Господь называет некоторых людей живых мертвыми, отсылая их погребать своих мертвецов. Матфея 2.22. «У каждого нераскаившегося грешника душа умирающая, которая может погибнуть и затем пребывать вовеки в страшных мучениях. И все же эту мертвую душу грешника в этой жизни может воскресить Иисус Христос через веру и искреннее покаяние. «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Притча 24.16. «Молитвой и покаянием, братья, будем очищать и оживлять умерщвляемую грехом душу, чтобы не умереть во веки. Будем одолевать влечение ко греху. Грех влечет тебя к себе, но ты, Господство над ним». Бытие 4.7. Учит Святое Писание. «Жив Господь и жива душа наша Христовой благодатью и Его крестной смертью, и посему воскреснув в покаянии, будем стараться не умирать вновь в грехах, ценя великий дар Божий и внимая Его призыву. Восстань, спящий! Воскресни из мертвых! Расцветит тебя Христос!» Ефесянам 5.14. Братья, будем помнить и радоваться, что нашим Искупителям и Спасителям Иисусом Христом побеждена смерть, и всем нам даровано воскресенье. «Прославим Бога в делах наших за Его великую милость к нам грешным, поминая слова Господни. «Так да светит свет вам пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5.16. «Братья и сестры, будем верить и стремиться, чтобы воскреснуть нам в радости жизнь вечную, чтобы через покаяние быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими». Филиппийцам 2.15. «И по воскресенью достоится чести стать одесной Господа, услышав Его милостивый глаз, призывающих нас к вечной радости и наследию Царства Небесного. Богу нашему слава, ныне и пресне, во веки веков. Аминь». «Гузыка». «Гузыка». «Гузыка».